Сегодня с Божьей помощью мы начнём изучение недельного раздела в АЮЦ. Глава эта целиком и полностью посвящена третьему из наших прадцев – Якову, он – центральное действующее лицо всей этой главы. Три наших прадца – Авраам, Ицхак, Яков, Аравирш, проводят здесь интересное сравнение, если Авраам – это корень еврейского народа, корень, из которого всё растёт, Ицхак – он звено, которое соединяет корень со стволом, а вот уже ствол всего еврейского народа – это Яков, последний из трёх прадцев. От него уже отходят ветви, колено Израиля, 12 колен, Ицхак. Но, в сущности, действительно ствол, основа, Икав – это Яков, ведь именно он, кстати, из всех трёх прадцев, именно он даёт нашему народу и своё имя, мы не называемся народом Авраам, мы называемся Ам-Исраэль – народ Израиля, а это имя, которое Всевышний дал именно Яков. Поэтому, в какой-то степени мы видим, что путь, по крайней мере, первые шаги пути Якова, они в чём-то напоминают первые шаги Авраама, который нам представляет, Авраам начинает свой путь со слов «Иди себе» – «Иди себе» из своей страны, из дома своего отца, от своей родни, иди себе. Что значит «иди себе»? Многие комментаторы, и Равир в том числе, говорят «Иди себе» – это значит «иди один», ты бросаешь всех, оставляешь отца, семейство, родственников, соседей, друзей, ходишь один. Отсюда начинается твоя миссия, и эта миссия, в общем-то, связана, безусловно, с тем, что необходимо оставаться одному. Весь мир по одну сторону, Авраам оказывается совершенно по другую сторону – «иди один». Точно так же и Яков сейчас уходит один, он идёт один, но есть серьёзные различия между этими уходами. Авраам, правда, он уходит по требованию Всевышнего, но он уходит в общем и целом состоятельным человеком, с женой, без детей, он бездетный, но он уходит с женой, со своими стадами, со своими учениками. Яков, он уходит не просто один, он действительно абсолютно один, он одинок, семьи у него нет, он только собирается завести семью, да и одиночество его в том, что он, в общем-то, вынужден бежать из своего собственного дома, и в результате событий, которые произошли в ходе этого побега, у него не остаётся ни копейки, имущества у него никакого, и ничего, кроме его собственного, его характера, его умения, его трудолюбия, его силы, его двух рук и его качеств, честности и преданности своему долгу, ничего, кроме этого, у него и нет. Так уходит третий из наших прадцев. Обратим внимание ещё на некоторые изменения. От одного прадца к другому, мы видим, развивается тенденция. Авраам родился за пределами Святой Земли и пришёл туда. Ицхак целиком принадлежит Эрец Акодыш Святой Земле. Мы знаем, что ему было в своё время и запрещено выходить за её пределы, хотя была там причина – голод, который разыгрался в стране Израиля. А вот Яаков, он уже как раз человек, который, хотя родился в стране Израиля, но он вынужден её покинуть. И покинуть в результате довольно тяжёлых обстоятельств, когда он бежит от гнева своего брата, вынужден скрываться, брат угрожает его жизни, и вообще в жизни его в этот момент, когда он уходит, конечно, позавидовать ему вряд ли можно, положение отчаянное – ни копейки денег, гнев брата, всё, на что он рассчитывал, он всё потерял, он теряет семью, он теряет все благословения, которые он получил, и всё первородство, которое он когда-то купил, они сейчас не стоят ему абсолютно ничего, он абсолютно один, и положение действительно отчаянное. Ну, вот после этого предисловия можем прийти уже к тексту. «И вышел Яков из Бер-Шевы и пошёл в Харан». Раши задаёт здесь вопрос, даже в этом простом предложении всё-таки есть излишняя информация. Зачем говорить «и вышел Яков из Бер-Шевы»? «Очевидно, если он пошёл, достаточно было бы написать, он пошёл в Харан». Понятно, что человек, если отправляется в Харан, то он должен уйти из Бер-Шевы. Такой вопрос задаёт Раши. Ответ, который даёт Раши, действительно, на первый взгляд эти слова не дают дополнительной информации, а на самом деле они призваны объяснить совершенно иную вещь. А именно, что когда человек подобный Яков, вот такой вот праведный человек, уходит из города, то весь город это ощущает. То есть, в тот момент, когда Яков отправился в Харан, в городе Бер-Шеве, почувствовали, что он ушёл. Поскольку всё то время, когда праведник находится в городе, то он является боевой, и блеской, и величие этого города, и всё великолепие, т.е. он, безусловно, украшает весь город. А в тот момент, когда он уходит, люди его лишаются, они это чувствуют. Кстати, обратите внимание здесь на одну важную деталь. И Яков написано про него «Юшеву Алим», это не был человек, который слонялся по городу ни в коем случае. Это не только человек, которого можно было встретить просто так, но он сидел в шатрах, т.е. человек, который до сих пор всю свою жизнь, от начала его до этого возраста он провёл в стенах дома, занимаясь историей, посвящая себя изучению, посвящая себя исключительно духовной жизни. Но всё равно, даже когда такой человек не трётся среди людей, всё равно его присутствие, оно безусловно сказывается, оно ощущается. Так пишет Раш. Ряд комментаторов говорят, что вообще-то они не очень понимают вопрос, который Раши задаёт, ибо можно было объяснить этот стих «Аль-Пи-Пшат» простым пониманием куда проще. в конце предыдущей главы было сказано так. Необходимость уйти вообще в Харан была осознана матерью якобы Ривкой, и естественной причиной было то, что просто ей стало известно, что старший сын Исаф вынашивает планы мести, и есть серьёзная угроза жизни Якова, или, по крайней мере, угроза может быть жизни даже обоев, в любом случае это может кончиться кровопролитием, и поэтому необходимо ему бежать. Это была истинная причина, правда, поскольку она боялась того, что здесь произойдёт обратный эффект, а именно сам побег Якова приведёт к тому, что Исаф разозлится, сработает эффект «на воре шапка горит», и тогда он бросится в погоню, и поэтому Ривка постаралась скрыть истинные мотивы этого бегства и представила это, отправилась к мужу, к Ицхаку, и постаралась представить уход в Харан, как необходимость искать невесту, как сватовство. И тогда, сказано дальше, призвал Ицхак Якова и благословил его, и повелел ему, не бери в жёны из дочерей кнаанских, встань и иди, впада на Рам, в дом Бетуэля отца твоей матери, и выбери себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата твоей матери. Таким образом, Яков уходит в Харан, выполняя и приказ матери, и приказ отца, но они совершенно разные. Приказ матери, что главное для матери? Только уйти из дома, уйти из Бейр-Шевы, не быть дома, поскольку дома опасно. Исав вынашивает планы вместе. Кроме того, он выполняет ещё и повеление отца, а повеление отца – найти невесту. Когда хотят найти невесту, то недостаточно уйти из дома, нужно ещё прийти в то место, где невеста может быть, где невеста существует. Таким образом, и выжил Яков из Бейр-Шевы, это имеется в виду, он выполняет здесь повеление матери. Но с этой точки зрения он мог оказаться в любом другом месте, спрятаться лишь бы только Исав туда его, там его не нашёл. А дальше то, что сказано, и пошёл он в Харан, здесь он уже выполняет повеление отца – найти себе невесту именно там, в Харане, в доме Лавана, брата его матери. Так можно было бы объяснить. Некоторые говорят ещё проще, а именно, нам настолько очевидно, что если написано, что Яков пошёл в Харан, то понятно, что он ушёл из Бейр-Шевы. А, простите, а почему это понятно? Он жил там в Бейр-Шеве? Нет? Он ушёл в Бейр-Шеве. Стало быть, когда он ушёл в Харан, он ушёл из Бейр-Шевы. А кто сказал, что он жил в Бейр-Шеве? Совершенно верно, в Бейр-Шеве некоторое время жил. Жил Авраам. А что мы знаем по поводу Ицхака? Жил ли он в действительности в Бейр-Шеве? Мы видим, что когда Яков уже возвращается после долгого пребывания в Междуречье, в Харане, написано там так. Так, сейчас найдём это место. И пришёл Яков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре, в Кириат-Арба, она же Хеврон, где жили Авраам и Ицхак. Значит, в то время Ицхак жил в Хевроне, а не в Бейр-Шеве. Ну, что мы скажем? Предположим, они сначала жили в Бейр-Шеве, и оттуда Яков ушёл. А тем временем, пока он находился достаточно долгое время, больше 20 лет он находился у Лавана, тем временем Ицхак переехал из Бейр-Шевы в Хеврон. Немножко натянуто, но может быть. Ну, а если мы скажем по-другому, что жил он в то время в Хевроне, и стало быть, Яков, уходя из дома отца, должен был уходить из Хеврона, то почему тогда сказано, что он ушёл из Бейр-Шевы? На это есть ответ. Чем это место Бейр-Шевы заметно? Чем оно интересно? Тем, что Бейр-Шевы – это как раз на пути, когда человек уходит из страны Израиля в Египет, он обязательно должен пройти через Бейр-Шеву, столицу Негина, столицу Юга. И именно там, в Бейр-Шеве, когда его отец Ицхак думал, уходите из страны Израиля, уходите из святой земли. Там написано так. Ицхак, вот у нас глава отец Дот, когда он отправляется на юг, Ицхак, когда случается голод, он отправляется на юг, и там, когда он отправляется на ок, Всевышний останавливает его и запрещает ему уходить из святой земли. Теперь сын Ицхака Яков отправляется туда, в Бейр-Шеву, для того, чтобы получить разрешение от Всевышнего уйти из страны Израиля. Поэтому ушёл он из Бейр-Шевы, хотя жил он в Хевроне. Поэтому Торо подчёркивает, что он отправился сначала в Бейр-Шеву для того, чтобы получить разрешение уйти, и только потом он уже отправился в Харам. Но так или иначе Раши предпочёл всем этим объяснениям Аль-Пипшат, Раши предпочёл здесь драж, поскольку у каждого из этих объяснений есть и своя слабая сторона. Поэтому Раши приводит здесь драж, по которому, как он говорит, Торо подчёркивает, насколько уход такого человека, как Яков оставляет свой отпечаток на людях. И люди, которые до этого, может быть, не замечали, только когда такой человек уходит, начинают замечать, что жизнь, в общем-то, поблёкла, и того света, который раньше был в их жизни, больше нет. Считаем дальше. В оригинале сказано «Ваевга бамаком байоленша». С трудом, с трудом, с трудом попробуем это перевести. Скажем, и достиг он места, или наткнулся он на место, столкнулся он с местом. Причём написано «бамаком» с определённым артиклем, т.е. известное, понятное место, про которое вроде как всем понятно, о чём идёт речь. «И заночевал там, потому что зашло солнце». О чём идёт речь? Прежде всего, Раша обращает внимание, если написано «бамаком», т.е. как «бэ хамаком» с «гэ аидия» с определённым артиклем, значит, речь идёт о каком-то месте, которое нам известно, т.е. оно должно быть упомянуто раньше в тексте, каким-то образом фигурировано. Раша говорит, что такое место мы находим, в общем-то, одно. В рассказе об окидации Цхаку, жертвоприношения Цхака там написано «байар это хамаком мирахок», и увидел Аврам после того, как он три дня путешествовал вокруг да около, наконец Всевышний показал ему место, где должно совершиться жертвоприношение, и написано «байар хамаком мирахок», и увидел он то самое место издали. Стало быть, то самое место, определённое, известное место. «Махамаком бея и дзия» с определённым артиклем места – это гора Мурия, место будущего Иерусалимского храма. Стало быть, он достиг того места или столкнулся, ну, толкнулся он на это место. Это то самое место. Ну, а почему тогда, хорошо, место мы ещё упомянули, но почему тогда такой вот странный глагол упомянут здесь? Ваевга Бамако. Ваевга натолкнулся, столкнулся, просто дошёл он до того самого места. Уже говорит Иерусалим – хорошо, то самое место. Мы поймём, что имеется в виду Иерусалим, гора Мурия, он дошёл, добрался. Почему? Ваевга наткнулся, столкнулся. Раши говорит здесь, ответ Раши таков, что… здесь заложена ещё дополнительная информация, то, что Авраам молился… простите, то, что Яков молился там, и вот это само слово Ваевга, Пага, помимо того, что у него есть простое значение – добраться, натолкнуться, столкнуться, есть у него ещё дополнительное значение, в литературном языке оно ещё означает молиться, и он приводит доказательства из пророков, что действительно молить и упрашивать, вот это слово, может быть, тоже выражено глаголом Пага. Значит, получается тогда, что Яков молится, и молится он именно вечернюю молитву, как сказано, и переночевал там, значит, и достиг он, наткнулся на то место и переночевал там, потому что зашло солнце. Солнце зашло, довольно неожиданно для него, не сказано, и зашло солнце, и он переночевал. Он переночевал там, почему? Может быть, двигаться дальше, но солнце зашло, всё, ночуем здесь. И тогда написано, что он здесь ваевга, т.е. мы можем понять это, как молился, и он там молился. Значит, Яков молится вечернюю молитву. Это то, что я замечаю здесь, не случайно, ибо наши мудрецы говорят, что каждый из братцев наших установил одну из молитв, а именно Авраам установил утреннюю молитву, как написано, и встал рано утром Авраам к тому месту, где он стоял перед Богом, а стоять перед Богом – это и есть молитва, суть молитвы – стоять перед Богом. Это раннее утро, и по поводу Ицхака сказано, что когда Елизар вёл к нему, его невесту, Ривку, то они столкнулись с ним в поле, написано, каким образом? «Воейц Ицхак ласох бэсадэ», что буквально означает «и вышел Ицхак побеседовать в поле», что значит побеседовать, с кем он беседовал. Беседа, имеется в виду, он не был бресловским хасидовым, не занимался уединением, но вместе с тем беседа – это и есть беседа со Всевышним, это дополнительный пункт, дополнительное понимание молитвы, что это не только стоять перед Богом, но и беседовать. Беседа. И там сказано «Лифно Терев» до наступления вечера, это было ещё днём, но на исходе дня. И вот, наконец, Иаков устанавливает третью молитву вечернюю. И снова мы видим вот это вот развлечение между прадцами. Авраам, как известно, главное его качество, самое первое, с Авраама начинается путь вперёд, движение вперёд, с Авраама начинается еврейский народ. Самое первое качество, аналогично тому, как первое качество, проявляемое Всевышним управлением миром, это Медата Хасид – любовь. Чему соответствует утро? Утро, когда всё светлое, когда всё расцветает, когда всё вокруг улыбается, когда всюду и везде разливается любовь, любовь Всевышнего к миру чувствуется, любовь всюду и везде – это как раз время утренней молитвы. Когда всё это уже заканчивается и день клонится к концу, к закату – это время молитвы Минха, которую устанавливает Ицхак. А вот ночная молитва, она уже совершенно-совершенно другая. Как говорят наши мудрецы, не случайно проход, который мы говорим в утренней молитве, мы говорим о Всевышнем, Эметвия Ци, всё, что он говорит – это Эметвия Ци, всё это истинно и всё это установлено, всё это постоянно. А вот браха, который упоминается в вечерней молитве – Эметвия Муна – истинно и Эмуна – слово верно. То есть, любви Всевышнего человек ночью вообще-то не очень ощущает на себе. Ночью темно, страшно, холодно, одиноко, плохо. Только что человек верит в то, что солнце ещё взойдёт. Утром человек чувствует к себе эту любовь и чувствует, как его ласкает солнце, как есть вокруг свет, как всё вокруг улыбается. Любовь Всевышнего чувствуется, можно воспевать его любовь и благо. А вот вечером это всё не чувствуется, вечером только есть вера в то, что ночь не вечная, она кончится, обязательно кончится и придёт утро. Это и состояние Якова, ему сейчас плохо, очень плохо. Он уходит из дома, он уходит неведомо куда, не совсем так неведомо куда, он приблизительно знает, куда идёт. По его матери-братец более-менее понятно, что это человек, мягко говоря, с которым очень трудно будет ужиться. Да и вообще всё то, как он жил до сих пор, стоит в полной противоположности тому, что он собирается делать. До сих пор он сидел в Йошеву Алим, человек, который до сих пор сидел в Бейт-Мидраше и изучал Тору. Теперь он должен в возрасте совсем уже не молодом впервые столкнуться с жизнью, с людьми жестокими, нечестными, мошенниками, вредными, противными, гадкими. И, в общем-то, это действительно состояние ночи. И ни копейки у него нет за душой, и ничего у него нет. Только что, есть вера в то, что когда-нибудь эта ночь кончится. Кончится голод, он снова вернётся домой, он снова вернётся в Святую Землю, он снова вернётся к своей жизни. И он устанавливает вечернюю молитву. И тогда эти слова «Ваевгабамаком», тогда мы переведём его не просто… С одной стороны он молился. Где он молился? В том самом месте. Место, конечно, подходящее для молитвы. Это место, как ещё сказал Авраам после того, как закончилось его испытание с жертвопоношением Цхака, это и будет место, в котором люди будут служить Богу. Служить Богу именно при помощи жертвопоношения и молитвы. Вот именно там он и молится. А с другой стороны, это всё предложение приобретает куда более глубокое значение. А именно, «Ваевгабамаком» – это значит, что он молится не просто в каком-то месте, а имеется в виду, он молится Богу. Ибо одно из имён Бога – это «хамаком». Что само по себе, на первую взгляд, немножко странно. «Хамаком» – место. Почему каким-то образом Бог обозначается словом «место»? Ответ мудрецов, с одной стороны, просто, а с другой стороны, достаточно непросто это понять. Ответ мудрецов такой. Атрибут этого места означает вот что. Чтобы мы не подумали, что мир – это то место, в котором есть Бог. А всё наоборот. Бог даёт этому миру место для существования. Слово «место» не означает место географическое, что вот между стулом и столом есть некоторое место, в которое человек может сесть. Это не то, что значит, где-то там, на млечном пути, между большой ногой, с правой ногой большой медведицы и левой ногой малой медведицы, есть какое-то место, в которое что-то там может поместиться. Речь идёт совсем не другого. Место имеется в виду реальность, действительность существования. Так. И даже в нашем языке иногда мы употребляем это, скажем, есть место или нет места. То есть таким рассуждением, таким рассуждением и таким событием, таким явлением среди нас нет места. Это значит, что такое поведение или такие явления не должны быть. Значит, Всевышний не часть этого мира, никоим образом. Он вне этого мира совершенно. Он даёт возможность существования этому миру, но сам он не является никоим образом частью этого мира. Поэтому то, что человек, когда он молится, должен, прежде всего, понимать, с одной стороны, то, что он стоит перед Богом, но чтобы, не дай Бог, не начал представлять себе какого-нибудь старика, дед-всевет с длинной бородой или ещё что-нибудь в этом роде. Хасвишалом. Всевышний, он даёт возможность существования этому миру. Так. Это то качество, которое здесь проявляется, и к нему человек, к Всевышнему самому и обращает свою молитву, помнив при этом, что ни в коем случае Всевышний не часть этого мира, а наоборот. Мир только имеет возможность существования благодаря тому, что Всевышний даёт ему возможность существования. Едем дальше. «И взял из камней того места и положил себе изголовье, и лёг на том месте». Раша объясняет, что не имеется в виду, что вместо подушки он пользовался камнями. Речь не о том, что изголовье. Раша объясняет, что он выложил эти камни себе наподобие такого защитного жёлоба вокруг своей головы, потому что он боялся хищных животных, и это служило ему здесь некоторой защитой. «Вот что означает, что он взял эти камни и сделал их себе изголовьем, и лёг на том месте». Снова, «на том месте» – это ограничение. Когда мы говорим «в том месте», имеется в виду в том, а не в другом. Ну понятно, если он лёг там, там, где он заночевал, там он и лёг. Что Тора хочет здесь подчеркнуть и ограничить? И лёг он на том месте. Объяснение Раши. «На том месте он лёг, но на протяжении 14 лет, проведённых им в доме Эвера, не ложился спать по ночам, а занимался учёбой». Что имеется в виду? В конце предыдущей главы Раши делает подсчёт, точнее это не его подсчёт, он приводит это из Талмуда, из трактата Мегина. Там делается подсчёт, поскольку Тора устанавливает соответствие дат ухода вот этого побега Якова из своего дома и смерти его дяди Ишмаэля, то вот благодаря этому соответствию мы можем выстроить хронологическую ось и понять, каким образом относятся даты друг к другу. И выходит так, что даты у нас не сходятся, а именно, смотря все даты жизни Якова и даты жизни других людей, мы видим, что нам не хватает где-то 14 лет. Куда-то исчезли 14 лет из жизни Якова. Такая своеобразная чёрная дыра. Вряд мудрецы – это не просто так чёрная дыра. Дело в том, что эти 14 лет он провёл в доме Эвера, Шеми Эвер, его потомки, которые были людьми, распространявшими учения о Всевышнем, учения о семи заповедях, которые были даны ещё Адаму. У них был свой круг учеников, у них был такой своеобразный бейк-медраж, единственный, который существовал тогда, в тогдашнем мире. Именно туда Яков и направил. Получается так, хотя он вышел из своего дома, из Бер-Шевы или, как другие имитаторы говорят, из Хеврона, он не сразу отправился в Харан, совсем не сразу. Это будет ещё дополнительное объяснение нам, почему я сначала ушёл из Бер-Шевы, а потом отправился в Харан. Он ещё зашёл, сначала отправился учиться, и 14 лет он провёл там в учёбе, только после этого он отправился уже в дом своего дяди Лавана искать себе там невесту. Так вот, всё это время, все эти 14 лет там он не ложился спать. Только вот здесь вот он уже лёг спать. Значит, не ложился спать. Человек не может даже нескольких суток провести без сна, это очевидно. Имеется в виду вот что, что когда, написано ещё в ряде комментаторов Талмуда ещё приводится, что люди, которые сидят и учатся, не прерываясь. Это значит, что во время учёбы, когда уже их клонит сон, то так и спят прямо на столе, опустив голову на руку, на локоть, ещё как-нибудь. Но не отправляется человек, переодеваясь в пижаму, забирая себе на Кырину и так далее, и так далее. А спит потому, что не только что, ага, время пришло, пришло время позднее, время отправляться спать. Не знаю, столько времени, сколько человек учится, учится. Когда его тянет сон. Засыпает прямо на месте, не отходя. Так вот таким образом Яков 14 лет, постоянно не выходя из бейт-мидраша, посвятил их учёбе. И вот теперь после этого он уже выходит за пределы бейт-мидраша в тот самый жестокий и непростой очень мир, с которым ему приходится сталкиваться и с которым ему приходится мериться силами. И вот здесь он в первый раз заснул, так как принято спать у других людей. Читаем дальше текст. «И снилось ему. Вот лестница установлена на земле. И вверх её касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит при нём. Это перевод на основе комментариев Раши стоит при нём. А в оригинале сказано «Ницав Алав». И снова «Алав», местоимение «Алав» можно отнести к Якову, простите, то есть или к лестнице. То есть либо имеется в виду, что Всевышний как бы стоит на лестнице, либо он стоит над Яковом и говорит «Я Господь Бог Авраама, Отца твоего и Бог Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, отдам тебе и твоему потомству. И будет твоё потомство, как песок земной. И распространишься ты на запад и на восток, на север и на юг. И благословятся в тебе и в твоём потомстве все племена земные. И вот я с тобой, я сохраню тебя везде, куда ты не пойдёшь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что сказал тебе». Так в этом сне Яков видит пророческое видение. Пророческое видение, оно обычно и должно проходить именно во сне, не наяву. И содержание его очень даже должно ободрить. С одной стороны, мы подчёркивали, насколько в отчаянном положении он находится, и теперь Всевышний его благословляет, а благодарит наоборот, всё хорошо, я с тобой, я тебя буду охранять, я буду тебя защищать. И всё это продолжится, пока я тебя не верну снова, естественное обещание, верну тебя снова на свою землю, всё будет в порядке. И даже то благословение, которое было когда-то сказано Аврааму, оно повторяется здесь, благословятся в тебе и в твоём потомстве. Все племена земные, это было сказано Аврааму, когда он тут начал свой путь, и повторяется это Всевышний ему. Всё хорошо. Но вот что означает само это видение лестниц? Что за лестница? И, наконец, то, что спрашивают наши мудрецы, и Раша приводит этот вопрос, который здесь центральный, а почему эти самые ангелы сначала поднимаются, а потом спускаются? По идее так мы представляем себе. Ангелы, они же как-то не на небесах, они не на тучках сидят. Но всё, что относится к небесам, имеется в виду высший мир. Вроде бы ангелы, по идее, должны спускаться поначалу, а потом подниматься. Почему же в этом видении ангелы сначала поднимаются, а затем опускаются? Вот эти вопросы. Существует масса объяснений этого видения. Понятно, что чем видение более странное, более непонятное, тем больше комментариев, тем больше объяснений оно вызывает. А уж тем более такое символическое видение вот этой самой лестницы, установленной на земле и достигающей головой до небес. Прежде всего несколько деталей обратить внимание на то, что сказано, что лестница установлена на земле. Кто-то здесь забыл лестницу. А не просто стоит, она установлена. То есть, просто стоит. Почему стоит, не знаю почему. Установлена – это значит, кто-то ее поставил с определенной целью. Кроме того, установлена на земле – это так по-русски, а в оригинале там выражение чуть иное и действительно непростое. Сула муцав арца. Слово арца значит не на земле, а по направлению к земле. То есть, лестница установлена по направлению к земле. По тому, что если кто-нибудь будет спускать лестницу с неба, то она будет идти. То есть, ее не с земли ее подняли до небес, а установили ее с небес к земле. То есть, есть связь между небом и землей. И связь – это лестница. А лестница установлена свыше. Не с неба на землю, а воля. Воля того установлена, значит, кто-то по своей воле, по своему желанию ее поставит. Стало быть, воля, которая поставила эту лестницу здесь, она находится над землей. Она-то на небесах. Она свыше. И вверх ее этой лестницы касается неба. То есть, она предназначена не для того, чтобы спускаться с небес на землю, а наоборот. Именно для того, чтобы эту лестницу спускают сверху вниз, для того, чтобы по ней подниматься снизу вверх. Но что же все-таки, в чем символика этой лестницы, как ее определяют комментаторы? Раши говорит так. «Почему вначале поднимаются ангелы, с земли опускаются? Ангелы, сопровождавшие Якова в земле Израиля, в святой земле, они не выходят за ее предел. Поэтому они взошли на небо». Ангелы-покровители, ангелы-хранители, которые сопровождают праведника всюду и везде. Но эти ангелы ограничены. Ангелы, относящиеся к святой земле, они за пределы святой земли не выходят. Поэтому здесь происходит некоторая смена караула. Те ангелы, которые сопровождают его до сих пор святой земле, они поднимаются на небо, а с неба спускаются ангелы, которые способны оказаться и за пределами святой земли, и в других местах они теперь будут его сопроводать. Немножко странно, что по идее такая смена караула должна была произойти где-то на границе, там, где кончается святая земля, а здесь это происходит совсем даже не на границе. Ведь если мы вспомним, что Раши говорил по поводу того места, где он заночевал, это просто Иерусалим, Иерусалим – самый центр святой земли. Но вместе с тем, как объясняют это… Есть одно из объяснений, оно вот какое. В тот момент, когда человек намеревается… Человек – он не там, где находятся его ноги. Человек – он там, где находится его сознание, там, где находятся его мысли. Человек, который планирует уехать из святой земли, хотя телом он ещё находится в святой земле, но он уже по направлению… он уже уходит. Поэтому ангелы, которые до сих пор его сопровождали, ангелы святой земли его уже не сопровождают. К нему уже приходят ангелы зарубежные. И наоборот, когда Яков возвращается, написано снова, и встретили его ангелы, где они встретили его, то место Яков называет Маханаем – это место за пределами святой земли. Значит, когда человек возвращается, он ещё телом находится, ногами он ещё ступает по земле за границей, но поскольку он направляется в святую землю, то ангелы уже выходят ему навстречу. Это уже ангелы. И там происходит ещё раз смена караула, когда приходят ангелы Эра Цисраин. Так объясняет Раш. Это Раш. Харамбан объясняет всё это видение Бепшат. Бепшат – простое понимание, как мы понимаем этот символ лестницы. Самое простое понимание уже очевидно. Связь между небом и землёй. Что такое небо и земля? Небо и земля – это пара двух понятий. Небо – воздействующее, земля – принимающее воздействие. Так оно и в природе. С неба выливается дождь, земля воспринимает этот дождь и в результате произрастает, на ней растёт то, что растёт. Поэтому, когда идёт речь о связи Всевышнего со своим творением, то она тоже обычно передаётся и символизируется вот этими двумя символами – небо и земля. Всевышний воздействует на мир, мир воспринимает его воздействие. Воздействие на мир означает, прежде всего, это то, что определяется словом «ашгаха» или по-русски «провидение». Всевышний управляет этим миром. Как, вот то, как происходит управление миром, так, то, как работает «ашгаха» – «провидение» и показывается здесь Яков. Причём, говорит Рамбан, здесь есть две совершенно разные картины. Это не одно видение. Есть здесь два видения. Почему два? Ибо «ашгаха» – «провидение» есть у неё два аспекта. Наши мудрецы различают между «ашгаха» и «ашгаха» и «против». «Ашгаха» и «клолит» – это общая, или ещё называют видовая «ашгаха» – «провидение», «общее», «нечастное», а именно оно осуществляет весь этот мир, управляет весь этот миром, воздействием на мир и его осуществление, т.е. мир для того, чтобы существовал, нуждается в постоянном животворном влиянии, которое исходит от Всевышнего. Вот эта картина «ашгаха» и «клолит» – «управление всем миром, воздействие на весь мир», оно, как показывает Иакову, проходит через ангелов. То есть здесь управление и воздействие на мир, оно не непосредственное, а оно опосредованное, есть звено передачи. Т.е. Всевышний воздействует на ангелов. Ангелы уже… что ангелы? А ангелы, они сначала поднимаются, потом опускаются. Что это означает? Сначала поднимаются, имеется в виду, что есть информация о том, что происходит в мире, которая приходит к Всевышнему. Ангелы сами, хотя управление миром проходит через них, это не значит, что они уполномочены что-то самостоятельно решать. Это нет. Ангелы – они только посланники, они выполняющие работу. И вот ангелы, поднимающиеся наверх, это означает приток информации о том, что творится в мире, и действия людей в мире, то, что они делают, информация об этом приходит к Всевышнему. Это не значит, что Всевышний нуждается в ангелах для того, чтобы получить информацию. Ангелы – не просто информаторы, которые информируют своего начальника-босса о том, что происходит, а то он сидит в кабинете и сам не знает. Конечно, нет. Всевышний – он абсолютно безграничный, ему всё известно, но вместе с тем принцип управления, как говорят наши мудрецы, то есть Царство Небесное, оно похоже на Царство Земное, и подобно тому, как управление. То есть принципы управления абсолютно одни и те же. Как Всевышний управляет миром, так и министр управляет своим министерством, так и директор управляет своим заводом, и директор школы управляет школой. Принцип один. Прежде всего должна приходить для того, чтобы управлять, необходима информация, приходящая о том, что происходит, приходящая к тому, кто принимает решение. И вот этот приход, приток информации, его и символизируют ангелы, поднимающиеся снизу вверх. В тот момент, когда Всевышний принимает решение, дальше, это уже следующий акт, а именно ангелы спускаются сверху вниз. Они уже спускаются для того, чтобы реализовать конкретные воздействия, кого-то поднять, кого-то принизить, кого-то обогатить, кого-то прекратить, кому-то... Значит, получается, что так как Всевышний управляет миром, это не сверху вниз и потом снизу вверх, а управление миром начинается снизу вверх. В тот момент, когда Всевышний дал человеку свободу выбора, то его действия влияют на то, что происходит. И воздействия человека, его поступки, они влияют на высшие миры, а уже дальше есть реакция на то, что происходит на поступки людей, на их действия, реакция свыше. И это вот ангелы, которые поднимаются по лестнице вверх и опускаются вниз. Это первая картина. А вот вторая картина, то, что написано «А, мошенница Абалаф», то есть и вот Господь стоит на чём? На лестнице, то есть над лестницей. Это уже совсем, это совсем-совсем-совсем другое. То есть Всевышний, причём написано, что он стоит на лестнице, и он обещает, что он обещает Якову, землю, на которой ты лежишь, я отдам тебе и твоему потомству, и будет твоё потомство, как песок земли. И распространишься на запад и на восток, на север и на юг, и благословятся в тебе и в твоём потомстве все племена земли. «И вот я с тобой, я сохраню тебя везде, куда ты пойдёшь и возвращу тебя». Эта уже картина символизирует второй аспект, а именно Ашгаха-пратиб. Ашгаха-пратиб – то, что называется детальный надзо, проведение личное, детальное, а оно, по утверждению Рамбана, в целом ряде мест, и так, кстати, считает Рамбов, Муреневухим, оно относится именно к праведникам, к большим праведникам. То есть, если весь остальной мир, он управляется посредством ангелов, и воздействие на этот мир проходит через ангел, то что касается охраны, опёки над таким человеком, как Яков, она личная, без всяких ангелов, Всевышний опекает Якова лично. И отсюда все те обещания охраны, благословения, благополучия, безопасности – все они исходят от Всевышнего и приходят к Якову. Ибо здесь ему обещано ШГХ. Протит индивидуальный личный надзор, индивидуальная опёка, когда Всевышний без всякой помощи ангелов будет опекать его. Вопрос, конечно, если это содержание сна, содержание видения. Это, конечно, само по себе очень важная вещь, и человеку необходимо понимать разницу между ангахатит, ангахатлолит, индивидуальный надзор и общий надзор. Но почему это показывается Якову, который сейчас отправляется строить свой дом, ищет невесту, думает, как ему быть в его довольно трагическом положении, когда он ушёл из своего дома? Почему это именно сейчас нужно показывать Якову, сейчас уже рассказывать ему основы мировоззрения, его различий между ШГХ-клолитой и ШГХ-кратитой? По Рамбану, по крайней мере, это вопрос не такой уж сложный, а именно, ведь именно то самое тяжёлое положение, в котором находится Яков, его отчаянное положение, когда из всего того, что он сделал, вроде у него вышло, только плохо. И он подчинился матери, и наврал отцу, и выделил себя за Исава, и из-за этого он вынужден сейчас сбежать, из-за этого он оказывается, он должен искать себе невесту, когда у него ни копейки за душой нет. Именно сейчас Всевышний ему и говорит, чтобы он знал, что всё, что происходит, всё под контролем, и не просто под контролем, а под контролем лично, его Всевышнего, совершенно непосредственно, и каждый его шаг охраняется, и каждый его шаг находится под опёкой, поэтому ему нечего бояться, поэтому ему можно смело глядеть в будущее, и мы видим, что действительно Яков воспринял это, потому что сказано сразу вслед за этим, что и поднялся Яков на ноги и отправился в Харан, что значит поднялся на ноги. Это только сказали для того, чтобы он сидел, а теперь он устал. Понятно, что он устал. Говорит раньше, что имеется в виду? Человек почувствовал, что он стал лёгким на подъём, что называется, взял ноги в руки и быстро отправился. Человек, которому тяжело, трудно, который боится, который сомневается, он еле волочит ноги, он даже когда идёт, он еле-еле ступает. Здесь он просто помчался. Почему помчался? В тот момент, когда он понял, что Всевышний с ним, и что он будет его охранять, и будет охранять его лично, и не дадут ему оступиться нигде и не во всём, и ему личная опёка. Только, конечно, ему вернулась и уверенность, и радость, и можно было таким образом мчаться в Харан. Продолжает рамбан. Значит, всё, что было объяснено до сих пор, это пшат и более простое, очевидное значение этого сна, к которому, может быть, мы прибавим ещё одну небольшую деталь. Ашгаха – это не только индивидуальный надзор или общий надзор, по крайней мере, индивидуальный надзор. Это не только воздействие на человека, это не только опёка, это не только охрана его. Но Ашгаха включает в себя и момент воздаяния тоже. То есть, воздаяние человеку по поступкам. И воздаяние всему миру по поступкам. Даже на уровне Ашгаха, Клалит, общий надзор, ангелы поднимаются наверх. То есть, идёт информация о том, что происходит в мире. В высшей инстанции. И уже потом от Всевышнего идёт воздействие сверху вниз. То есть, если люди ведут себя как мирзавцы, то есть определённая реакция на это. Есть определённое воздействие. И по отношению к отдельному человеку тоже происходят подобные вещи. А именно, по одному из мидрашин, там это буквально не сказано. Но, в общем, смысл этого именно такой. Как происходит оценка личности и поведения человека и соответствующее к нему воздействие Всевышнего? Вот он человек, как он есть. Сначала идёт снизу вверх, ангелы снизу вверх. А именно, есть некоторый идеальный образ человека, каким он должен быть. Я родился на этот свет. Со своими возможностями, своими способностями, своими качествами характера. От меня чего-то ждут. То есть, где-то начертан идеальный образ того, каким я должен быть. Ангелы смотрят на меня, как я есть. Кто я такой? Затем поднимаются наверх и сравнивают то, что есть, с нормой. То есть, с тем, кем я должен быть. И если тот, кто я есть, соответствует тому, кто я должен быть, замечательно, тогда уже свыше пойдёт браха. Но если выясняется, что тот, кто я есть, по сравнению с тем, что наверху, с идеальным образом, это совсем-совсем не то. Но, как говорили в Одессе, две большие разницы. То тогда уже реакция сверху вниз, она будет совсем-совсем-совсем другой. И, как известно, никто не будет требовать от меня, чтобы я был каким-то большим праведником. От меня требуют, чтобы я был собой. Но что значит собой? Тем, кем я могу быть. Есть определённый идеальный образ. Тем, кем я могу, способен и должен быть. И если я этому не соответствую, а это именно направление снизу вверх, тот, кем я есть сейчас, соответствую ли я тому, кем я должен быть, то тогда уже вниз пойдёт реакция. Совсем-совсем не та, которую хотелось бы. Ну, а дополнительное значение, говорит Рамбан, это то, что сказано в Медраше, Медраж Танхума. Сказал Раби Шмуэль от имени Раби Нахмана. Вот ангелы Божьи восходят и спускаются. Это ангелы языческих народов. То есть, у каждого народа есть свой ангел-покровитель. Вообще всё, любой предмет в материальном мире имеет... То, что он предмет материальный, это только его материальная оболочка. Но у каждого предмета есть его духовный корень. Так вот, когда мы говорим не о предметах, а о таких явлениях, как народ, у них тоже есть их духовный корень. Этот духовный корень называется в Медажах ангел-покровитель. Сарея Алмод, как он называет, ангелы-покровители народов. Так вот, ангелы, которые восходят по лестнице, это и есть ангелы-покровители народов. «Сказал Всевышний Яков, показал ему, как ангел Вавилона поднимается на 70 ступеней». 70 ступеней, почему именно 70? 70 лет Вавилон стал сверхдержавой и правил миром. То есть, каждая ступень – это один год. Стало быть, лестница – это лестница времени. Ось времени. По этой оси времени Вавилон поднимается на 70 ступеней и спускается. Ничто не вечно в мире. Власть сверхдержавы, она тоже ограничена. И даже та сверхдержава, которая наводила жуть и страх на весь мир, кончается. Ангел Мидии – союз медийцев и персов, который сменил Вавилонян. Ангел Мидии, ангел-покровитель медийцев, поднимается на 52 ступени. И снова падает. Они тоже ушли. Владыка Греции поднимается аж на 100. А ангел Эдома, то есть Римской империи, поднимается, поднимается, поднимается. И он не спускается. Тогда страх объял Якова, и он сказал, «Владыка мира, так что же, неужели же этот никогда не спустится?» И ответил Бог словами пророка Ермия. «А ты не бойся, раб мой Яков. Не страшись, Израиль. Даже если бы увидел ты, как он поднимается, сидит у меня до самого-самого вверху, и оттуда я его спущу». Автор этого Мидраша, который живет в эпоху римского владычества, понятно, он представляет, что он здесь видит. Все сверхдержавы до сих пор, они поднимались, они возникали, разрастались, и потом падали. Но Римская империя разрастается, разрастается, и поднимается, и поднимается, и конца и края не видно. Она всю продолжается, и продолжается, и продолжается. А до ее наследники, они и до сих пор управляют миром. Так что же, никогда этого не будет конца? Всевышний успокаивает, будет, будет. Они, конечно, дольше других, у них это заняло намного больше времени, но как бы они высоко не поднимались, и оттуда не спустятся. Да и не так уж долго. Опять же вопрос. Тот же самый, который мы задавали про первый комментарий Ромбарда. Какое дело Якову, который сейчас уж убегает от своего брата, скрывается, и должен отправляться к Лавану, искать себе невесту? Какое ему дело до событий всемирной истории? Ну, Яков ведь, мы уже говорили, он ствол еврейского народа. Поэтому он дал нам, нашему народу, имя Яков Израиль. Поэтому иногда Тора говорит о Якове как о частном лице, как об отце семейства, а иногда как о прародителе еврейского народа. Так вот, еврейский народ, так же, как Яков отправляется сейчас в изгнание, уходя из своей страны, так еврейский народ отправится в какой-то момент в голубь, в изгнание. И он будет жить среди народов мира, и будет видеть, как возникают сверхдержавы, и как они лопаются, и как одна сменяет другую. И вот этот вот страх, который объял Яков, он выражает, безусловно, страх еврейского народа перед Римской империей, и её последователями, и её наследниками перед странами и домами. Когда же будет ли вообще им конец? И есть ли у этого конец? Да, есть, конечно. Так уж в мире всё устроено. Каждая возвышающаяся, каждая возникающая сверхдержава возникает на обломках предыдущих. Весь мир насилия мы разрушим. Он разрушится до основания, а затем и наш новый мир насилия построен. И снова разрушен, и снова, и снова, и снова. Так движется история, оно понятно. И даже то, что мы видим, что и дом, и домские страны, державы и дома, они растут, 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 растут. И их власть над миром укрепляется, это не значит, что это бесконечно, и им, безусловно, всё во времени, всё, что есть во времени, оно всё конечное, и им, безусловно, придёт конец. Только конец тоже интересный. Если предыдущие сверхдержавы, они погибают от рук человеческих, т.е. каждая новая возникающая держава растаптывает предыдущую и устраивается на месте предыдущей, то вот с домом это так и произойдёт. Как сказано, Всевышний, он её скинет, он её сбросит, самые высокие ступеньки, ступеньки лестницы. Но это обязательно произойдёт. Почему? Да потому что над всей этой лестницей, т.е. над всей этой осью времени стоит Всевышний. Хозяин истории, тот, кто управляет этой историей, тот, кто управляет ей на основе моральных принципов, поэтому и домскому, этому ангелу, ангелу-покровителя Идома, и ему придёт время слететь с этой лестницы, и его власти придёт конец, и всё это Яакову, еврейскому народу, который отправляется сейчас в Галут, в Долгое Знание, всё это ему нужно знать, и всё это надо ему учесть. Так соединяются вместе в одном сне символические картины, касающиеся и лично Яакова, человека, и Яакова, прародителя еврейского народа, и понимания о том, как работает Ашгаха, как работает управление миром, и в аспекте всего мира Ашгаха-Клалит, и Ашгаха-Пратит, индивидуальный надзор, и творение истории, всё это в одном сне. И, как я сказал, существует много объяснений, мы пока провели только всего лишь два, Раши и Рамбана, но, думаю, имеет смысл провести ещё одно объяснение, на него сегодня у нас нет времени, и его уже мы перенесём на следующий раз в следующем уроке. На этом мы сегодня закончим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok